Добрый вечер, студия Дмитрий Ярошенко. Я и журналисты службы информации расскажем вам о главных событиях округа к этому часу. В некоторых муниципалитетах Югры ввели режим обязательной самоизоляции. Расскажем, на кого он распространяется. Югорские кардиохирурги провели серию сложных операций на аорте. Для стентирования использовали импланты отечественного производства. Ханты-Мансис готовится принять этапы Кубка России по биатлону. Расскажем, когда и для каких категорий спортсменов пройдут первые старты. И обо всем подробнее прямо сейчас. В некоторых муниципалитетах Югры ввели режим обязательной самоизоляции. Об этом на заседании регионального оперштаба сообщила губернатор Югры Наталья Комарова. Ограничения будут действовать с 22 ноября по 5 декабря для жителей Нефтьюганска, Нягани, Ура и Кандинского района, а именно поселений Леуши, Луговой, Междуреченский, Мордка и Мулымья. В текущих предложениях были предложены муниципалитеты, в которых заболеваемость стабильно высокая. Она превышает показатели средние, показатели заболеваемости средние по Югре. Полтора и выше раза. И также рассматривались муниципалитеты, в которых темпы прироста по заболеваемости к предыдущей неделе также были более 25%. При этом в региональном оперативном штабе подчеркивают, что все предприятия в муниципалитетах функционируют. Люди могут ходить на работу, обращаться за медицинской помощью, а также посещать аптеки и продуктовые магазины. Гулять в парках и скверах, соблюдая социальную дистанцию. Ничего нового не предлагалось. Взята схема, которая себя зарекомендовала на купировании роста заболеваемости по городу Советскому и городу Югорску. Тогда был отработан перечень мероприятий, основанный на самоизоляции. В Нефтьюганской окружной клинической больнице открыли отдельный пункт вакцинации для пенсионеров. Его организовали на базе уже работающего прививочного кабинета в дневном стационаре женской консультации. Медики рекомендуют нефтьюганцам старше 60 лет вакцинироваться в отдельном пункте, чтобы минимизировать возможные риски заражения сезонными ОРВИ. Отмечу, в городе работают 6 таких кабинетов. В двух поликлиниках, в многофункциональном центре, в дневном стационаре, в центре общей врачебной практики и торговом центре. Как отмечают медики, нагрузка на все пункты разная. К слову, если пенсионерам неудобно добираться до женской консультации, они по-прежнему могут обратиться в ближайший для них прививочный пункт. Заменили зарубежные протезы на отечественные. Ханты-мансийские врачи успешно провели серию операций с применением технологии «замороженный хобот слона». Экстренное лечение потребовалось трём пациентам с острым расслоением аорты. Двоих из них доставили бортом санавиации из Нягани и из Ямала. Наша съемочная группа отправилась в окружную клиническую больницу, чтобы навестить пациентов и узнать, как они себя чувствуют. В этом месяце кардиохирург Сергей Стефанов вместе со своими коллегами спас жизнь земляку из Нягани, а также гражданам Белоруссии и Узбекистана. Все они попали в Ханты-мансийскую больницу с острым расслоением аорты. Половина пациентов с этим коварным заболеванием умирает в течение 48 часов. От сердца отходит аорта, и в ней мы видим мембрану расслоения. То есть истинный канал аорты, он сейчас превратился вот в такую маленькую щель, а вот это все ложный канал, который сдавливает истинный. Это нарушает кровообращение во всех сосудах – сердца, головного мозга, органов брюшной полости и нижних конечностей. В 95% случаев разрыв ложного канала приводит к остановке сердца. Чтобы пресечь такой исход, пациента экстренно оперируют. Процедура является одной из самых сложных и трудоемких в кардиохирургии. И может длиться до 8 часов, ведь врачам приходится менять пришедшие в негодность части аорты на искусственные. Это протез восходящего отдела, дуги аорты, протеза сосудов головного мозга и гибридный стендграфт, или так называемый замороженный хобот слона. Здесь уже нет ложного канала, истинный канал расправлен. И вот видим, что прекрасно кровоснабжаются органы брюшной полости. Имплантацию гибридного стендграфта проводят с применением так называемого циркуляторного ареста. Во время протезирования дуги аорты в организме пациента полностью останавливают кровообращение. И чтобы на это время защитить органы от ишемии, тело охлаждают до 25 градусов по Цельсию. Добрый день. Так, ну давайте с вас начнем, потому что вы у нас уже на выпись. Грудная аорта вся заменена, там уже порваться нечему. Но есть еще и брюшная. Не забывайте две вещи, что у вас есть сердцемеханический клапан и варфарин лекарства. Нужно пить всю жизнь. У гражданина Беларуси Анатолия Крамаренко разрыв аорты произошел прямо на работе. Он трудится на Ямале в авиационной бригаде по обслуживанию вертолетов. Вспоминает, что почувствовал резкую боль в груди и чуть не упал в обморок. Ребятам сказали, они сразу же вызвали скорую, авиацию и все решили очень быстро. Я, конечно, благодарен. Я был одной наговорой о той стороне, а сейчас только немножко горло пропало, но это побочный эффект, потому что там много проколов было. А так, чувствую себя уже отлично. Лучше себя чувствует и Виталий Баранов. Жители Нягони, как и его соседа, по палате доставили в Хантамансийске бортом с анавиацией. Произошло неожиданно как-то. Ничего такого не предвещало, и вот оказался здесь. Ну, то есть все оперативно как-то сработали, и медики в Нягоне, получается, бортом уже суда доставили. И здесь сразу, то есть буквально в течение часа уже операцию повезли делать. Первую операцию замороженный хобот слона в Хантамансийской ОКБ выполнили около пяти лет назад. Все это время врачи имплантировали пациентам зарубежные стендграфты. Но сейчас перешли на российские аналоги, которые ничуть не хуже и к тому же дешевле практически в пять раз. Когда мы делаем именно вот эту операцию с гибридным стендграфтом, то есть мы проводим одномоментное радикальное лечение. Мы меняем восходящую орту, дугу и нисходящую грудную. И сразу решаем проблему отдаленных результатов тоже. И большинству пациентов потом уже не потребуются никакие вмешательства. Операции на аорте проводит большая команда специалистов. Всего порядка десяти человек. Кроме кардиохирургов, это анестезиологи, врачи, ультразвуковой диагностики, операционные медсестры, санитарки. У каждого своя задача, но всех объединяет только одно. Стремление сохранить жизнь пациенту. Наталья Акс, Лев Рыжков, окружная телерадиокомпания «Югра» Хантамансийский. А в «Югре» за минувшие сутки в ДТП погибли пять человек. В Октябрьском районе пожилой мужчина за рулем «Рено» не справился с управлением. Его машина ушла в занос и выехала на полосу встречного движения под колеса грузовика. От удара легковушку отбросило в еще одну иномарку. В результате ДТП водителя «Рено» и два его пассажира от полученных травм скончались на месте. Водитель грузовика получил травмы. В Нижневартовском районе «Тойота» под управлением 25-летнего мужчины выехала на полосу встречного движения и врезалась в «Ладу». От лобового столкновения пассажир отечественного автомобиля скончался на месте, водитель получил травмы. В Нефтьюганском районе водитель «ВАЗа» на полосе встречного движения столкнулся с «Камазом». В итоге водитель легковой машины погиб. Всего же за сутки на дорогах «Югры» зарегистрировали 9 ДТП с пострадавшими. Погибли пять человек, пострадали 9. Сотрудники госавтоинспекции задержали шесть нетрезвых водителей. Еще столько же за отказ от медицинского освидетельствования. Повторно сели пьяными за руль три человека. Штраф за выезд на полосу встречного движения получили 62 автолюбителя. 26 нарушили правила перевозки детей. В Советском районном суде огласили приговор водителю, совершившему ДТП, в котором погибла наша коллега и главный редактор первой советской газеты Олеся Шернина. Резонансное ДТП, которое лишило жизни многодетную маму, произошло 1 августа. Уголовное дело расследовали более двух месяцев. Обвинение было предъявлено по статье «Нарушение водителям правил дорожного движения эксплуатации транспортного средства в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Приговором Советского района суда гражданину Азербайджана, который совершил наезд на Олесю Шернину, назначено наказание в виде шести с половиной лет колонии общего режима. Кроме этого, виновник должен выплатить супругу погибшей и троим ее детям 2 миллиона 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также оплатить издержки на адвоката и честь затрат на погребение. «С решением суда, конечно, я не согласен, потому что, так сказать, убийце моей жены дали 6,5 лет. Такое ощущение, что у нас в России человеческая жизнь совершенно ничего не значит. Либо стоит на одной доске, украл две бутылки, получил 5 лет. Тут жизнь унесли. Мама троих детей. Короче, я не согласен и буду обжаловать». Сургут ждет дизайнерская перезагрузка. Она коснется оформления улиц. Летом цветами и топиариями, а зимой гирляндами и световыми скульптурами. Начать планируют уже сейчас. Далеко ходить, говорят, власти города не пришлось. Чтобы вдохнуть жизнь в новую центральную площадь, например, за советом обратились к студентам-дизайнерам колледжа русской культуры имени Знаменского. Они уже подготовили свои предложения. Глава Сургута выбрал лучшее. Каким будет новое оформление Сургута и что за сюрпризы ждут горожан перед Новым годом, смотрите в следующем сюжете. Но сначала устранить все шероховатости, которые пропустили при сдаче центральной площади. Благо, в гарантийные сроки город еще укладывается и может заставить подрядчика переделать нарушения за свой счет. Речь идет и о волнах по периметру площади, и о неверно уложенной брусчатке. Контрольное управление провело проверку полностью. В исполнении этого контракта есть замечания. Я просил, чтобы мы не дожидались, когда закончатся гарантийные сроки. И сегодня уже есть замечания, подрядчиков не направлены. Параллельно с этим, пока еще есть время, в мэрии активно занялись внешним обликом новой локации. Сейчас она пока пустует, на большой территории установлены скамейки. Есть даже стилизованные домики, их использовали предприниматели для рождественской ярмарки. А вот людей, увы, пока мало. Власти уверены, площади нужна изюминка. Какая именно теперь думают молодые дизайнеры города. За советом и проектом к студентам колледжа русской культуры имени Знаменского и обратились чиновники. Первые наброски уже получили и, кстати, впечатлились креативности подхода. Однозначно будем ее оживлять. Но уже делать это не в виде авторитарного решения. Город решил, глава подписал. И вот вам извояние, как говорится. Мы это с жителями обсудим, предложим на суд и выберем то, как мы хотим организовать это пространство. Воплотить в жизнь идей молодых удастся скорее к лету. А что зимой? Зимой центральная площадь пустовать не будет. Кроме самой большой елки на центральной площади обещают залить крупнейший в Сургуте каток и детские горки. А еще ледовые и снежные городки. И уже по традиции разбавить все это веселье рождественской ярмаркой. У нас создана рабочая группа, которая отбирает площадки. Но ключевые перекрестки города, ключевые кольца, развязки, они будут все украшены. И главная задача это создать праздничное настроение в городе. Андрей Сергеевич Филатов поставил такую задачу о том, чтобы мы превращали город в уютное пространство. Не только в праздники, но и в другие, скажем так, дни. К слову о буднях, их тоже планируют разбавить яркими красками. Уже сейчас дизайнеры работают над единым стилем, летним и зимним. От концепции исключительно праздничного оформления решили отойти. Город, говорят, должен быть уютным в любой сезон. Ольга Придоха, Алексей Шахмаев, телеканал Югра, Сургут. Стала известна дата ежегодного обращения губернатора Югры. Выступление Натальи Комаровой состоится 25 ноября на заседании Думы автономного округа. Глава региона представит отчет о результатах деятельности правительства округа за 2021 год, инвестиционное послание и обращение к жителям, представителям общественности региона и депутатам, где будут обозначены приоритетные направления развития Югры на 2022 год. Прямая трансляция обращения будет вестись в аккаунтах губернаторов в социальных сетях, в официальных группах региона Югра и в группах муниципальных образований ВКонтакте. Обращение губернатора покажет и окружная телерадиокомпания Югра, и другие телеканалы региона, а также в интернет-СМИ. Начало прямого эфира в 10.00. 25 ноября. Самые эрудированные читатели Сургутского района проживают в Ультиягуне. Команда из этого поселения стала победительницей интеллектуальной игры «Библиоквиз». Ее запустили библиотекарь муниципалитета. Цель – популяризация книги интеллектуального вида проведения досуга. В проекте приняли участие более 700 участников. Проведено около сотни встреч. Отборочные этапы длились на протяжении полугода. В финальном состязании, которое проходило в онлайн-формате, поборолось 11 Коман. Подробнее в следующем сюжете. Оригинальный метод привлечь читателя придумали библиотекари Сургутского района. Еще в мае в библиотеках муниципалитета запустили интеллектуальную викторину «Библиоквиз». Наши библиотеки Сургутского района, являясь местами интересных встреч и событий, постоянно ищут интересные формы для того, чтобы привлечь новых читателей в библиотеку и сделать посещение библиотеки очень интересным и насыщенным творческим процессом. Поэтому мы ищем постоянно разные формы и нашли такую востребованную в современной среде. Она достаточно популярная, в нее очень много людей играют, но она ни разу не проходила в библиотеках Сургутского района. Со своей идеей библиотекари обратились к главе муниципалитета. В администрации начинание поддержали. На реализацию проекта был выделен грант в четверть миллиона рублей. За звание лучших всезнаек решилось побороться более 700 человек со всех поселений муниципалитета. Темы заданий разносторонние. От новостей до произведений классической литературы и комиксов. Человек, обладая элементарной логикой, базовыми знаниями, вполне-таки может играть в эту игру. То есть обладать какими-то экспертными, фундаментальными знаниями в какой-то теме абсолютно не нужно. Достаточно просто обладать широким кругозором. Отборочные этапы длились на протяжении полугода. В финальном состязании, которое проходило в онлайн-формате, поборолось 11 команд. Сильнейшими стали представители ультиягуна. Но не успела игра завершиться, как участники начали просить продолжения викторины. Игра очень интересная. Вопросы разнообразные. Я думаю, что это всегда помогает как разносторонне развиваться всем. И думаю, что надо играть, потому что лёжа на диване мы даём, или сидя у телевизора просто так, да, не давая работу своему мозгу, возможности шевелить извильными, мы можем просто-напросто всё утерять. Уже сейчас в библиотеках Сургутского района идёт работа по составлению концепции игр на следующий год. Библиотекари надеются, что интеллектуальные викторины станут настоящей традицией. Ханты-Мансис готовится принять первые этапы Кубка страны по биатлону. Начнут сезон в столице игры мужчины и юниоры. На первом этапе, который начнётся 25 ноября, спортсменам предстоит пробежать три дистанции. Спринт, гонку преследований и большой масс-старт. Затем состоится ещё три гонки, но уже в рамках второго этапа, который начнётся 2 декабря. Там биатлонистам предстоит пробежать суперспринт, спринты и стафету. Все спортсмены уже находятся в Ханты-Мансиске. Завтра они проведут официальную тренировку, а 25 ноября разыграют первые медали в спринте. Соревнования пройдут в Центре зимних видов спорта имени Александра Филипенко. Старт мужской гонки в 11 часов, юниоры выйдут на дистанцию в 13.30. Вход для болельщиков бесплатный. Меры безопасности в первую очередь предприняты для тех, кто находится непосредственно в зоне старта-финиша, в технических помещениях, и где пересекаются исполнители дирекции, судейский корпус и спортсмены, тренеры. Это касается того, что будет внизу. То, что смотреть сверху на северной трибуне, пожалуйста, проходите. Но прохода вниз, то есть зона фотографирования, фотографии сессии, этого ничего не будет. Нижневартов сегодня приобщился к большому волейбойному фестивалю. Он приурочен к чемпионату мира, который пройдет в России в 2022 году. Матчи турнира примут 10 городов, а вот спортивный праздник охватит всю страну. Причем начался он намного раньше основных баталий и пройдет в 30 российских городах. Нижневартовск в этом списке один из первых. Волейбольные традиции столицы Самотлора известны далеко за пределами округа, а список участников фестиваля здесь оказался самым представительным. Подробности у Алексея Шабанова. За счет выпрямления ног нижняя передача. Давай. Ног. И поймать. И один раз, Валентин. Пожалуйста, один раз. На волейбольной площадке во время матча проще, сказал им потом капитан югры Самотлора Валентин Кротков. Работать с ребятами интересно, но ах, как непросто. Даже когда они внимают каждому слову, в глазах азарт, а руки чешутся отлично принять мяч. Это и не удивительно, ведь в гости к будущим звездам пришли чемпионы России, победители Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Очень многие родители сейчас начинают интересоваться, хотят отдать детей заниматься волейболом. И это здорово. Мне кажется, что это важно. Нам нужна реклама, нужно развивать этот спорт и стремиться, чтобы у нас было больше, приходило больше детей, и из них можно было воспитать больше игроков такого уровня, как Михайлов, Больвич. В итоге в увлекательное занятие втянулись все. Облачившись в желто-черную футболку, сыграл в волейбол и заместитель губернатора Юрий Южаков, который показал отличную физическую форму и большой интерес к волейбольным приемам. Практика очень классная, и мероприятие этого мастер-класса, когда игроки высочайшего уровня показывают деткам и объясняют на хорошем, понятном, дружеском языке, как сделать лучше, как исключить ошибку в будущем, как быть полезным, как быть эффективным. Это здорово, очень классное мероприятие. Охватить всех, от мала до велика, поделиться атмосферой праздника и донести ее в те города, где матчи чемпионата мира не будет – вот главная задача фестиваля. Кстати, представители оргкомитета приехали в Нижневартовск не с пустыми руками. Мы помогаем спортсооружениям, брендируем их так, если можно так сказать. И эта акция идет по всей стране, не только в городах, где будет чемпионат мира, но и в таких городах, где волейбол развит и не очень развит. Но по поводу Нижневартовска мы, честно говоря, долго не думали, потому что школа Нижневартовска известна, и школа Самотлора известна далеко за пределами даже нашей страны. До чемпионата мира остается еще 9 месяцев. Он стартует в Москве 26 августа. Билеты на матчи можно приобрести в интернете уже сейчас. Впрочем, не менее важно зарядиться эмоциями перед большим форумом, на который у России большие планы. Конечно, уже есть экспонаты, посвященные будущему чемпионату мира в Музее истории российского волейбола. Вот здесь расположена планшетка с магнитами, флагами стран-участниц. Они уже сгруппированы по группам, в которых будут играть. Пока экспонатов не так много, но их количество будет увеличиваться. И, может быть, по крайней мере, мы на это надеемся, на время здесь появится и кубок чемпионов мира, который добудет для нашей страны сборная России. Алексей Шабанов, Сергей Зайкин, телерадио-компания «Югра», Нижневартовск. Югорская лыжница Анастасия Игнатьева завоевала медаль на всероссийских стартах. В республике Хакасия, местечко вершин Отёи, завершился первый этап Кубка страны по лыжным гонкам. Там в составе югорской команды выступали 19 лыжников. Но медаль завоевала только одна югорчанка. Лыжница из Сургут Анастасия Игнатьева отличилась в индивидуальной гонке на 5 километров классическим стилем. Она пришла к финишу третьей, проиграв всего 3 секунды победителю. На этом этапе было заявлено две дисциплины – спринт и индивидуальная гонка. Хоккейный клуб «Югра» сегодня играет на выезде. Очередной матч высшей лиги команда Вадима Ипанчинцева проведет в Тамбове против местной команды. Тамбов находится на 20-м месте турнирной таблицы. В 24 играх «Волки» заработали 23 балла. Югорчане, сыграв в 24 игры, набрали 38 очков и расположились на шестой строчке. Хозяева льда в этом сезоне забили всего 50 голов, пропустив 70 раз. А вот игроки «Югры» 75 раз успешно штурмовали ворота соперников, допустив в обороне 47 ошибок. Что является лучшим показателем надежности обороны в ВХЛ. В случае успеха югорчане продлят свою беспроигрышную серию до 7 поединков. Игру в прямом эфире покажет телеканал «Югра». Начало матча сегодня в 20.30. Следить за новостями телеканала «Югра» можно в Инстаграме и ВКонтакте. У меня на этом пока все. Будьте в форме и не сходите с дистанции. С вами был Дмитрий Ярошенко. До встречи на телеканале «Югра». До встречи на телеканале «Югра».